Добрый день, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена отчетности РСВ и ПСВ и рассматривать мы ее будем на примере ERP. Немножко отличимся на зуб, но поскольку там достаточно похожий функционал, то говорить мы про него будем сегодня не очень много. Вы видите на экране наши контактные данные, электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и соответственно адрес сайта. Если по какой-то причине вам, например, неудобным оказалось время или вы не смогли прослушать до конца, то немного позже мы выкладываем записи вебинаров на сайт. Вы можете посмотреть там и сегодняшнюю нашу встречу и другие. Там достаточно много информации, возможно, что-то еще окажется вам полезным. Так что приглашаем вас к сотрудничеству. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитика Динес Галина Гардышева. Контактные данные вы тоже видите на экране. Программа нашей сегодняшнего вебинара будет построена таким образом. Мы будем смотреть по слайдам нормативные материалы, так сказать, и будем переключаться параллельно на демо-версию ERP. Сейчас я покажу. Вот мы переключились на демо-версию ERP. И будем, так сказать, ручками уже проверять то, о чем поговорили перед этим в течение вебинара. Мы с вами посмотрим, что изменилось за первые полгода, то есть за 23 год. Вспомним, что сдаем, в какие сроки и в каком формате. Административные мероприятия обязательно затронем, потому что сейчас очень широко стала применяться налоговыми органами ситуация, когда отчетность может быть признана непредоставленной, несмотря на то, что вы все отправили в срок, вовремя и так далее. Ну, собственно, поговорим про отчеты РСВ, ПСВ и ЕФС-1. Что входит в состав расчета, ну, естественно, какие штрафы за РСВ, то есть за персональные данные. И немножечко затронем с вами дополнительные сервисы. Итак, начинаем с нормативных материалов. То есть, что у нас изменилось за текущие полгода? Ну, все знаете, что в связи с обвинением в ССПФР в Единый фонд пенсионного и социального страхования налоговики разработали обновленный расчет по страховым взносам, то есть РСВ, и новую форму персонифицированных сведений о физических лицах, то есть ПСВ. По РСВ обновленная версия включает четыре раздела, то есть сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов глав КФХ. Раздел третий – это у нас персонифицированные сведения. И раздел четвертый – это сводные данные об обязательствах плательщиков, указанных в пункте 6.1 ст. 431 Налогового кодекса. Звучит немного страшно, на самом деле страшного там ничего нету, и, в общем-то, после отчетности, которую сдавали за первый квартал, в полугодовой отчетности уже будет сдавать гораздо более проще. К разделу 1 отчета оставили всего четыре предложения. Первые три у нас существуют для расчета соответствия условиям применения льготных тарифов. Четвертая – для взносов и поддеятельности, которые ведутся в студенческих отрядах. Других приложений у нас нет. Собственно, второе и третье приложения существенных изменений не претерпело за эти полгода. Добавился раздел номер 4, но он только для страхователей, которые выплачивают вознаграждение прокурорам, следователям и судьям. Сроки у нас в этом году для всех единые для сдачи отчета. И сдавать РСВ мы будем ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. Обратите внимание, что это мы с вами говорим про ежеквартальную отчетность. По обновленной РСВ организации и ПС работниками впервые у нас отчитывались за первый квартал. То есть форма у нас остается прежняя, и по этой же форме нужно будет сдавать и текущую отчетность. Единственное, на что надо обратить внимание, это при уплате взносов по единым тарифам в поле 0.20 первого раздела нужно указать КБК. Вы видите его на экране. Если у вас идет начисление взносов по ДОП-тарифу, а также взносы на дополнительное социальное обеспечение, но это касается работников предприятий угольной промышленности, то поля 40 и 60 первого раздела никакие КБК указывать не нужно. Это, в общем-то, приятная новость. И напомним об основных моментах заполнения расчета. Выплаты, которые не являются объектом налогообложения взносами, ну, например, это у нас будут дивиденды, в расчете показывать не надо. Суммовые показатели в РСВ указываются в рублях и копейках, и среди них не может быть отрицательных значений. Ну, это, в принципе, абсолютно не новое требование, так было и в предыдущих отчетах. На каждого работника, который у вас был в штате во втором квартале, заполняется отдельный свой раздел. В нем указываются сведения о выплатах, о начислениях и о начисленных с них взносов только за последние три месяца. Здесь тоже новости, в общем-то, никакой нет. У нас раньше таким же образом показывалась информация, то есть было стартовое сальдо на начало периода, и дальше шли начисления текущего периода. Среднесписочная численность считается по общим правилам. При подсчете значений может получаться дробным, и тогда оно округляется до целого. При наличии обособленных подразделений работники этих обособленных подразделений учитываются в среднесписочной численности организации, которая указывается на титульном листе расчета, который мы представляем по месту нахождения организации. В расчетах, которые сдаются по месту нахождения обособленного подразделения, поле со среднесписочной численностью у нас не заполняется. В полях со строками с номером строки 10 количество застрахованных лиц всего указываются работники и сотрудники по ГПХ. Вот это немножко новое, потому что раньше у нас сотрудники по ГПХ не включались. Субъекты малого и среднего предпринимательства при применении пониженных тарифов заполняют два подраздела к первому разделу, каждый со своим кодом тарифа плательщика и два раздела 3.2.1 в рамке персонифицированных сведений по каждому застрахованному лицу. То есть в принципе эти правила действовали и в предыдущие периоды, когда мы сдавали отчетность еще не в объединенные фонды. То есть сильных новшеств здесь, слава богу, у нас не появилось. Не сдавать РСВ за второй квартал, то есть за полугодие, могут ИП, если у них нет наемных работников. Ну, соответственно, у них не возникает объекта налогообложения, отчетность им сдавать не о чем. Организации ИП на АУСН, то есть на автоматизированной, упрощенной системе налогообложения. Это пилотный проект, работают по нему сейчас четыре территориальных образования. То есть это Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. И, соответственно, в этом случае они освобождены от задачи РСВ, а сведения своих доходов и работников и вознаграждения по гражданско-правовым договорам, они передают налоговые органы, то есть через личный кабинет или кредитные организации. То есть для тех, кто работает на этом пилотном проекте, отчетность не сдается вовсе, а поручается сдача отчетности через банк, то есть через кредитную организацию. Ну и главы КФХ без работников, то есть практически это те же ИП без работников, и они должны предоставлять РСВ только по итогам календарного дня, не позднее 25 января года следующего за истекшим. То есть квартальную отчетность за более короткий период, чем год, они не сдают. А вот при наличии работников, главы КФХ обязаны сдавать РСВ в общем порядке. Ну то есть за первый квартал, за полгодия, за 9 месяцев и так далее. Это, собственно, информация, которую мы напоминаем, потому что она не новая, и действует она с начала года, ну и в принципе в предыдущий период действовали такие же правила. И теперь мы с вами добрались до персонифицированных сведений о физических лицах, то есть ПСВ. Утверждена эта форма 29 сентября 2022 года. И заменил нам отчет привычный СЗВ. То есть согласно этому постановлению, его подают в ФНС все, кто производит выплаты физическим лицам. В новую форму у нас включено теперь 4 раздела заместо 3. И отчет дополнили разделом для организаций, которые выплачивают вознаграждение прокурорам, следователям и судям. А сумма медицинского страхования, пенсионного страхования и социального страхования в отчете у нас теперь указывается единой суммой. И, соответственно, в связи с такими изменениями ряд изменений внесен и в другие формы, которые у нас в связи с этими поправками были приняты. Они, конечно, не такие масштабные, как отчет ЕФС-1, который создан, собственно, специально под новый объединенный фонд. Но, тем не менее, в общем-то, сам отчет ЕФС-1 объединил у нас отчеты, которые сдавались в пенсионный фонд и в соц. страх. Но таблицы, которые внутри остались для отражения данных, у нас, в общем-то, те же, которые применялись и в предыдущих формах. Единственное, что для операций, которые у нас возникли в 2023 году, применяется уже новая форма ЕФС-1. А если вам надо внести какие-то исправления или дополнения за предыдущие периоды, то в этом случае используется отчет ЦЗВМ. В этом, в принципе, тоже нет никаких новостей, потому что, если вам требовалось подать корректировочную отчетность раньше, то за более ранние периоды, то они всегда подавались по той форме, которая действовала на момент внесения изменений. Точнее, не внесения изменений, а на момент, когда была сдана первоначальная отчетность. Собственно, сама форма тоже достаточно знакома. То есть, отчет состоит из титульного листа, соответственно, персональных данных по физлицам и сведений, сколько им было начислено и сколько было удержано, сколько было начислено взносов. Этот отчет заполняется сразу на всех сотрудников, на отдельном листе каждое физическое лицо. И если это обособленное подразделение, то обратите внимание на коды. Коды в этом случае будут указаны 14, то есть, если это российская организация, то по месту ее нахождения. 217 – это по правоприемникам такой организации. 222 – это по месту учета организации обособленного подразделения. И 240 – это по месту нахождения юридического лица главы КФХ. Собственно, эти коды, сейчас мы с вами посмотрим на слайдике, где мы их используем, то есть, куда мы их должны записать. Но перед этим мы с вами поговорим еще для эпистов. То есть, если отчетные сдают ИП или физлица, то в этом случае мы указываем код 112 по месту жительства физического лица, если оно не является ИП. Ну, например, самозанятые. Или иного лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой. 120 – код мы применяем, если мы берем по месту жительства ИП. Ну, и, соответственно, дальнейшие коды вы видите, это касается адвокатов, нотариусов и КФХ. И наименование организации, либо фамилию, имя, отчество ИП, мы должны указать так, как значится в его либо учредительных документах, либо в паспорте. Для работодателей введен новый ежемесячный отчет налогового инспекса, который заменил действующий СЗВМ. Вместо него мы сдаем отчет ЕФС, ЕФС-1, если быть более точным, но сдаем не весь, в упрощенном виде, сдаем только раздел 1, где указываем сведения о приеме и об увольнении сотрудников. Соответственно, эта информация дальше передается уже фискальными органами и, естественно, обрабатывается уже тоже налоговыми органами. А они уже передают в новый объединенный социальный фонд, ежемесячно передают эти данные. Как это выглядит, так сказать, в натуре? У нас с вами формируется вот такой отчет. Персонифицированные сведения о физических лицах. И видите, у меня красным выделено, собственно говоря, место, где должны быть указаны коды. То есть период тестирования, какой календарный год и так далее. То есть это новая форма и вот на что здесь нужно обратить внимание. То есть кроме того, что вы посмотрели, что форма такая, как требуется, ни в чем вы не ошиблись, обратите внимание на штрих-код. То есть у нас были вопросы, что делать, если штрих-код не формируется или если он сформировался неправильно. То есть на это надо обращать внимание, потому что в противном случае потом, может быть, могут с вас потребовать пересдать этот отчет. Собственно говоря, у нас с вами остался ежеквартальный РСВ, который мы должны сдать в 2023 году. При этом обратите внимание, что обычный РСВ из-за ежемесячной отчетности не отменяется, не отменен. И, соответственно, из ежеквартального расчета исключен раздел 3, то есть персонифицированные сведения о застрахованных лицах. В нем остались общие суммы по облагаемой и необлагаемой базе. Ну и, соответственно, начисленные взносы за отчетный период. И вот здесь обратите тоже внимание, мы указали с пометочкой «Важно». Вопрос касались того, что бывают нулевые отчеты, например, ЕФС-1 или не бывают. То есть вы видите, что не бывают нулевыми отчетами. Это бухотчетность, то есть баланс в принципе никогда не будет нулевым, потому что у вас есть уставной фонд, ну и, соответственно, расчетный счет, касса, какие-то движения по ним могут быть. Персонифицированные сведения не могут быть нулевыми. Соответственно, точно так же СЗВ-ТД, СЗВ-Стаж и 6НДФЛ. Потому что если у вас есть сотрудники, то вы в любом случае должны СЗВ-ТД и СЗВ-Стаж на них заполнять. И, естественно, от 6НДФЛ тоже никто не освобождал. И нулевыми эти данные быть не могут. А вот нулевыми может быть, например, декларация по УСН, если вы не вели деятельности. Расчеты по страховым взносам. Ну и 4ФСС тоже может быть нулевым. И еще немножечко теоретических, так сказать, знаний. Что мы сдаем и в какие сроки? Ну, в связи с объединением фондов, это, в принципе, уже все знают, сдается отчет ЕФС-1. И сдаем мы его за период, который начался с этого года, то есть с 1 января. В этом году у нас единый срок предоставления отчетности. Это 25 число. Но мы не должны сдавать полностью всю форму. Это я уже говорила. Мы сдаем по, так сказать, мере необходимости. И подаем мы сведения о кадровых мероприятиях. То есть это, соответственно, прием на работу, увольнение, перемещение сотрудников либо между отделами, либо назначение на другую должность и так далее. Это у нас в разделе 1.1. Бывший отчет СССР в ЭТД. Также мы сдаем подраздел 1.3. Мы его тоже сдаем ежемесячно, не позднее 25 числа. Подраздел 3. Это касается добровольного страхования. Тоже мы сдаем ежеквартально. И раздел 4. Это раздел, который у нас заменил отчетность ФСС. Ежеквартально до 25 числа. Ну и, соответственно, подразделы 1.2 и 2. Это СССР стаж. Мы сдаем ежегодно. То есть, обратите внимание, не ежемесячно, а именно ежегодно. Не позднее 25 января следующего года. То есть, сроки всех отчетов у нас сдвинулись. Теперь 25. Но вот при подготовке отчетности, обратите внимание вот на что. Несмотря на то, что мы должны сдавать 25 января, отчетность по кадровым мероприятиям у нас должна быть подана не позднее следующего дня после проведения кадрового мероприятия. И точно так же у нас изменилась дата предоставления отчетности в военкоматы, то есть воинский учет. До этого мы обязаны были подать сведения в военкомат не позднее двух недель после проведения кадрового мероприятия. Сейчас эти сроки сближены с отчетами ФС-1, но немножко более, так сказать, льготный вариант. То есть мы должны подать в течение пяти дней с момента проведения кадрового мероприятия. То есть есть возможность перевести дух и вспомнить, что мы сдаем отчет именно в военкомат, а не в налоговую инспекцию. И здесь у нас есть еще одна тонкость. Это, в принципе, более приятная тонкость. В законодательных актах у нас озвучена обязанность подавать отчет ФС-1 работодателям. То есть в этом случае у нас не указаны в порядке заполнения формы и в законодательстве конкретные сотрудники, которые должны отчитываться за компанию. Соответственно, для руководства компании из следствия из такой постановки вопроса является то, что директор может делегировать полномочия по предоставлению таких отчетов, например, в бухгалтерию в части разделов персонифицированного учета ДСВ и ФСС. А вот по кадровому учету это как раз таки может быть делегировано кадровикам, то есть не обязательно бухгалтерам. И, соответственно, кадровики должны отчитываться по приему и по увольнению сотрудников. И для этого можно назначить, то есть делегировать какому-то конкретному сотруднику, но, естественно, не забыть о том, что вы должны удостоверить его подпись. То есть либо на него должна быть оформлена, допустим, как на руководителя, квалифицированная электронная подпись, либо должна быть оформлена машина, читаемая доверенностью. И в этом случае у них не будет пересечения сроков и, собственно говоря, будет отчитываться тот человек, к которому поступает первичная информация, которая занимается вводом этой информации в конфигурацию, например, 1С. Сейчас мы с вами посмотрим, переключимся на демо-версию ERP и посмотрим, как это организовано. То есть вы видите слайдик, как сейчас формируется отчетность EFS1. То есть мы, соответственно, формируем отчет. И если период у нас 23 года, то в этом случае по кнопке «Печать» у нас доступны две печатные формы. Либо форма EFS1, то есть, соответственно, текущая, либо форма ССВТД, то есть это за предыдущие периоды. Сейчас мы с вами переключаемся на демо-базу. Вот. И пойдем с самого начала. То есть сейчас я закрою, чтобы мы прошли с вами путь. Нет, не надо нам изменений сохранять. То есть у нас и в ZUP, и в ERP, поскольку, в общем-то, одинаковый функционал реализован. Сейчас пару слов скажу о различиях между ZUP и ERP. То есть ERP у нас реализован полностью функционал, который содержится в конфигурации ZUP-PROF. То есть, соответственно, и все функциональные опции, документы, ну, практически порядок работы с ними у нас идентичен. Отличия у нас наблюдаются только в случае, если вы используете ZUP-CORP. То есть в этом случае конфигурация рассчитана на применение работы с обособленными подразделениями, что выделенными на отдельный баланс, что не выделенными на отдельный баланс. И также учитывается госконтракты и, соответственно, работа с госконтрактами и с раздельным учетом. В остальном у нас функции полностью идентичны. Единственная разница – это в компоновке. Немножко другой интерфейс при работе с зарплатой и при работе с ERP. Поэтому мы будем рассматривать, в принципе, на примере ERP в основном, но говорить будем еще и про ZUP, потому что на самом деле разница будет только в компоновке. То есть у нас точно так же, как и в ZUP-е, есть раздел кадры. У нас есть вот такой блок, выделенный жирным цветом в блоке кадры. И абсолютно точно такой же блок есть в меню зарплата. То есть вот он. И, соответственно, есть отчетность, справки и так далее. То есть этот блок у нас повторяется в регламентированном учете. То есть вот у нас блок 1С – отчетность. И, как вы видите, в принципе, меню того, что мы можем применять, такое же, как и в зарплате и управлении персоналом. То есть у нас немного отличаются. В ERP у нас есть НСИ и администрирование, то есть нормативная справочная информация. А в ZUP-е у нас есть настройки и администрирование. Итак, мы с вами начали говорить. Сейчас я переключусь снова на слайдике. Мы с вами начали говорить про отчет EFS-1 в конфигурации, в ERP. Для того, чтобы этот отчет найти, у нас тоже есть несколько вариантов. Мы можем запустить его из раздела кадры. В этом случае нам нужно будет использовать меню электронной трудовой книжки. И в этом случае, если у нас есть какие-то сотрудники, ну, соответственно, помимо начисления, мы создаем то, что нам требуется, тот отчет, который нам требуется. И это мы с вами из кадров можем перейти, из меню зарплата. Мы можем точно так же перейти в раздел отчетности. А вот здесь хотелось бы сделать небольшой акцент. То есть, когда мы переходим в раздел 1С отчетность, мы попадаем с вами вот в это меню. Это общий журнал с данной отчетности. И здесь, соответственно, сведения о том, что вы уже сдали или то, что вы подготовили, с указанием статуса. И абсолютно такой же блок у нас есть, если мы с вами используем раздел регламентированный учет. То есть, вот он, этот блок. Но кроме того, что 1С отчетность – это название самого блока, это еще и название дополнительного сервиса. То есть, 1С отчетность – это сервис, который позволяет напрямую, без участия оператора электронных данных, то есть, например, СБИС, Астрал, Контур и так далее, напрямую обмениваться с сайтом налоговых или других фискальных органов. Если мы из раздела регламентированный учет переходим в раздел 1С отчетность, вот регламентированный журнал, то вот здесь у нас программа будет себя хвалить и писать, что 1С отчетность – это совершенно классное мероприятие, что на самом деле так и есть. И нам будет доступна дополнительная рекламная акция для описания. То есть, можно поподробнее познакомиться с этими сведениями и посмотреть, что вы можете подключить этот блок очень просто, то есть, без участия системных администраторов. Вы можете подключить блок 1С отчетность, то есть, сервис, именно сервис 1С отчетность. И если вы являетесь подписчиком 1С ИТС проф, то вы сможете одно лицо подключить бесплатно. А если у вас ИТС техно, то в этом случае вы должны будете за дополнительную плату, то плата очень дружественная, то есть, порядка 4800 рублей за год. И, естественно, если эту сумму поделить помесячно, то получится, ну, очень дружественная цифра. И снова вернемся с вами к нашей конфигурации. И на что еще хотела обратить внимание, на дополнительные сервисы, которые у нас есть. То есть, регламентированная отчетность, как мы видим, у нас вот здесь вот есть дополнительные функции по получению уведомлений, переписки, сверки. Мы можем получить выписку из ЕГРЮ. И, собственно, что нас больше всего интересует, это личные кабинеты. То есть, в этом разделе личные кабинеты, это кабинеты организации, то есть, вашего ее лица, на сайте соответствующих фискальных органов. И вот здесь обратите внимание, если мы переходим в личные кабинеты, то здесь уже внесены изменения. Вот программа себя похвалила, то, что я вам рассказывала про один из отчетных сервисов. То есть, вы можете посмотреть, почитать вот по этой ссылочке. Если провалиться, то будет более подробное описание этого сервиса. И подключиться можно вот по этой ссылке. То есть, в принципе, все достаточно понятно и просто. И не обязательно обращаться к IT-специалисту. Это можно сделать и самостоятельно. А вот, собственно, после того, как программа себя похвалила, мы возвращаемся снова к личным кабинетам. Как видите, здесь уже адаптировано к произошедшему слиянию фондов. И, соответственно, раньше здесь было написано просто ФСС личный кабинет. И ФСС, вот такое же, такое же перечисление аббревиатур, электронные листки нетрудоспособности, подтверждение вида деятельности, ну и, собственно, по другим социальным выплатам. И единые порталы, которые касаются других фискальных организаций. И вот я приглашаю вас, не приглашаю, точнее, а советую уделить особенное внимание порталу статистического декларирования. То есть, здесь тоже произошло достаточно много изменений. И тема штрафов от статистики муссировалась достаточно давно. И достаточно давно как бы ходили сведения о том, что статистика будет применять штрафные санкции. Но на самом деле реальная отчетность по, которая, например, с нарушением сроков подана или не подана, или еще какие-то были нарушения у вас по этому поводу, стали применять штрафные санкции уже с прошлого года, то есть, так сказать, на практике. И штрафы, в общем-то, достаточно существенные. То есть, если вы не сдали отчетность, или сдали ее не вовремя, или сдали не ту, которая требовалась, то в этом случае первичный штраф будет до 70 тысяч рублей. Повторное правонарушение будет уже штрафоваться на сумму до 150 тысяч рублей. То есть, согласитесь, зайти на портал статистики, ввести свой НН и посмотреть, под какую выборку вы попали, какие отчеты вы должны сдать, гораздо проще, чем потом заплатить 70 или 150 тысяч. То есть, уже будет просто обидно. Поскольку у нас здесь и кадры, и зарплата дублируются по функционалу с конфигурацией зуб, то, соответственно, из раздела кадры у нас есть еще один сервис, который называется сервис 1С кабинет сотрудника. А вот в этом сервисе кабинеты уже касаются конкретного физлица. И вот здесь уже немножечко будет требоваться помощи вашего сисадмина. Ну, то есть, более подробно можно почитать о сервисе вот по этой ссылке. Ну, и сейчас вот сформируется остальной интерфейс. И здесь будет требоваться в полях, которые имеют красное подчеркивание, внести соответствующую информацию. То есть, об ответственном, кто должен отвечать за этот сервис. Ну, и дополнительно, вы можете сами почитать, какой здесь сформируется перечень. Но, собственно, этот перечень призван для того, чтобы сотрудники могли сами сформировать себе наиболее популярные, так сказать, справки, которые чаще всего требуют либо кредитной организации, либо при обращении, например, за какими-то субсидиями и так далее. А сервис личный кабинет, который мы смотрели с вами, только что это у нас живет в регламентированном учете и уже касается именно юрлица, именно вашей компании, с которой вы работаете. И обратите внимание еще на то, что с нового года статистика разместила достаточно много форм отчетности, которые должны сдавать предприятия, но это по выборке, то есть в любом случае вы по ИНН проверяете список отчетности, которые вы должны сдавать, но уже соответственно сдаете его в установленные сроки. Сервис кабинет сотрудника у нас доступен и из раздела кадры, и из раздела заработная плата, то есть вот тоже самое кабинет сотрудника и собственно говоря, это один и тот же раздел, только расположенный в разных местах и в разделах, с которыми например, но работают и кадровики, поскольку они должны отчитываться о приеме и об увольнении сотрудников и расчетники зарплаты, потому что они отчитываются уже по конкретным начислениям сотруднику по начисленным страховым взносам и так далее. сейчас мы с вами так и не успел открыться наш сервис кабинет сотрудника не хватает ему того времени за которое мы про него все рассказали но в любом случае возвращаемся мы с вами снова к нашим слайдам и здесь вот еще про что стоит поговорить то есть форму ИФС-1 автоматически дополняются сведения о заключении или прекращении договоров гражданскоправового характера то есть раньше мы собственно принимали в расчет только работников по трудовым договорам с этого года у нас изменения произошли в учете договоров гражданскоправового характера и соответственно мы их тоже указываем в мероприятиях кадровых о приеме и об увольнении и произошло у нас другое еще другие изменения внесены которые устанавливают во первых гражданскоправовых договоров то есть у нас теперь есть и договора гражданскоправового характера и договора авторского вознаграждения ну и так далее то есть это у нас в общем-то с 1 января действует и тоже уже новостью такой не является просто напоминание о том что у нас нельзя потерять теперь ГПХшников и они должны быть естественно включены в отчетность и еще одно новшество которое у нас тоже действует с 1 января это статус застрахованного лица то есть вот видите у нас обозначается это статус ЗЛ заполняем мы его в первом подразделе и здесь у нас указывается например гражданин который постоянно то есть именно резидент который постоянно проживает на территории Российской Федерации и в этом случае он у нас будет иметь статус ГРФ то есть гражданин Российской Федерации соответственно если это у нас будут иностранные гражданы или лица без гражданства которые проживают на территории РФ то кодировка будет ПЖ и Г ну и соответственно то есть если у вас такие сотрудники такие работники присутствуют вы уже знакомы с такими аббревиатурами собственно говоря нужно просто не забыть поле код категории указать еще раз хочу напомнить про штрафы то есть с 2023 года штрафные санкции в принципе по всем разделам у нас ужесточаются но есть и небольшие приятные моменты то есть например по штрафам за персонифицированную отчетность у нас были штрафы 500 рублей как в прошлом году так 500 рублей остались и в этом году но увеличился срок в течение которого предоставляется возможность так сказать реабилитироваться то есть заплатить штрафные санкции в прошлом году у нас было в течение 10 календарных дней от даты получения требования требования у нас было от пенсионного фонда об оплате штрафа сейчас у нас в течение 20 календарных дней с момента получения требования от уже объединенного фонда об уплате штрафа и если мы с вами успели в течение 20 календарных дней штрафные санкции оплатить то оплатить мы можем минус 50 процентов то есть соответственно половину от начисленной суммы совсем избежать ответственности то есть в этом случае мы платим штраф а если у нас обнаружены какие-то нарушения при приеме расчета либо либо собственные сотрудники обнаружили какую-то ошибку то вот в этом случае програм в этом случае мы имеем право подать уточненную декларацию но здесь есть один маленький ну собственно одно маленькое уточнение то есть если мы с вами получили требования то у нас есть 5 рабочих дней для предоставления информации по этому поводу то есть либо пояснительные записки что это на самом деле была не ошибка сделана на основании таких-то документов либо если это ошибка то подать корректировочную декларацию но здесь вот и кроется маленький червячок потому что независимо от того каким образом вы получили уведомление о нарушении то есть либо на год говеки к вам прислали требования либо вы самостоятельно нашли ошибку вы должны во-первых составить новый расчет во-вторых переначислить страховые взносы и в-третьих подать уточненную декларацию но вы сначала должны уплатить пересчитанные суммы а потом уже отправлять корректировочный отчет потому что если вы сделаете в другой последовательности то есть сначала отправите корректировочный счет расчет а потом заплатите то в этом случае у вас будут начисленные пении и штрафы а если вы сначала уплатите а потом подадите корректировочный отчет то соответственно вы сможете избежать штрафов и пений на самом деле ответственность страхователей за нарушение порядка предоставления отчетов по персонифицированному учету то есть ПСВ прописано у нас в федеральном законе в принципе достаточно не новое то есть еще 96 года и в общем-то все штрафные санкции указаны были в этом документе про первые мы с вами поговорили следующее это если мы нарушили порядок сдачи то есть если вы не имели права подавать в бумажном виде а только в электронном то есть если у вас численность сотрудников больше чем разрешена то в этом случае штраф составит тысячи рублей здесь обратите внимание вот на что то есть нарушение которое у нас во втором разделе штрафы такие же то есть сохранено как было и для ФСС но непредоставление срок влечет штраф в размере 5% от начисленной за последние три месяца отчетного периода суммы но не более 30% и не менее тысячи рублей то есть если у вас там два богатыря присутствовали в начислениях и вы начислили например 300 рублей то заплатить тысячу конечно будет уже обидно а вот если у вас много сотрудников которые в общем-то принимают участие в начислениях то в этом случае 30% тоже может быть существенной суммой следующий момент это у нас если мы нарушили какие-то требования законодательства и соответственно страхователь может избежать их если подаст уточненку то есть про это мы с вами проговорили послабление как я уже говорила в этом году у нас составляет 50% если мы укладываемся в отведенные нам 20 дней а вот в общем-то новая форма это не совсем новая это начало действие такое постановление от 1 июля 2021 года в каком случае налоговики могут либо отказать в приеме декларации либо посчитать что ваша отчетность декларации или расчеты считается непринятой ну во-первых отказ в приеме это первый так сказать самый важный пункт это если вы направляете ее не в ту инспекцию именно в бумажном формате то есть в этом случае вам придет отказ если вы ее подали по неустановленной форме то есть например по старой форме и самое главное чему сейчас уделяется особо пристальное внимание это подписантам отчетности то есть соответственно если она либо не подписана либо представитель не имеет правильно оформленной доверенности либо если в ней нет хотя бы одного реквизита то есть наименование организации и эписта но здесь надо быть объективным то есть иногда налоговые органы в принципе действуют достаточно лояльно звонят предупреждают что у вас вот такая-то ошибка например вы неправильно указали наименование предприятия пожалуйста срочно исправьте то есть в этом случае у предприятия есть возможность быстренько поправиться ну естественно так бывает не всегда и не со всеми налоговыми органами то есть если налоговые органы загружены то естественно не будет никаких таких политесов будет сразу уведомление об отказе в приеме декларации и теперь у нас еще с вами один момент причины отказа для приема электронной уже декларации собственно у нас такие же как и для отказа в приеме бумажной декларации но поскольку отчетность ЕФС-1 у нас с вами предоставляется в основном в электронном формате и не только бумажная форма но и электронная кодировка отличается от предыдущих отчетов то естественно если декларация была подана декларация или расчет был подан по старому формату то в приеме будет отказано ну и естественно если с электронными подписями у вас не все в порядке то есть либо она закончилась либо она не была предоставлена то есть напоминаю про то что вы должны предоставить доверенность либо машиночитаемую доверенность на того представителя который подписывает отчетность еще один момент тоже в общем-то важный это не предоставление и не своевременное предоставление отчетов по авансовым платежам вот в этом случае ответственность будет уже другая потому что для организации штраф составит 200 рублей и его размер не будет зависеть ни от суммы авансового платежа ни от времени просрочки директор компании или соответственно другое должностное лицо которое было полномочено для сдачи там главный бухгалтер или еще какой-то сотрудник то в этом случае административный штраф от 300 до 500 рублей но не будет других штрафных санкций то есть типа блокировки счета и так далее потому что это у вас будет отчетность не декларация а только отчетность по авансовым платежам в этом случае штрафных санкций серьезных и блокировки счета у вас не будет применено про технические ошибки тоже отдельный разговор потому что они могут являться отказом для налоговиков в приеме декларации технические ошибки в этом случае это будет код налоговой инспекции если указаны допустим ИП неправильно указал свое ФИО ну то есть например чисто технически задвоилась какая-то буква в этом случае для налоговой системы это будет уже другой контрагент другой налогоплательщик естественно система будет воспринимать это как ошибку или КПП ошибочный КПП если у вас есть обособленные подразделения но указание ошибочного КПП в декларации не является основанием для отказа в его приеме то есть у вас ее примут но могут попросить уточнение КПП или если у вас идет в последующем оплата взносов по такой декларации то соответственно может уйти не в ту налоговую инспекцию с 1 июля 21 года как я уже говорила у нас стало действовать постановление точнее поправки в налоговый кодекс вы видите номер статьи и собственно сами поправки вот это 374 закон ФЗ и они действуют для декларации которые поданы после 1 июля 21 года это именно знаменитое постановление которое точнее поправки которые признают отчетность не предоставленной даже если вы ее отправили законным образом не нарушили никаких сроков но при проверке у вас вы у вас выявилось хотя бы одно из перечисленных ниже одна из перечисленных ниже ситуации то есть ваш расчет или декларация подписаны неуполномоченным лицом они подписаны в физлицом которое дисквалифицировано за какие-то административные правонарушения и на тот момент когда у вас подписана декларация срок дисквалификации еще не истек если подписаны физлицом которое на дату подписания считается умершим ну это вообще как бы такое мошенническое вообще действие потому что ну понятно что здесь в общем-то без комментариев а вот следующий пункт к сожалению достаточно часто встречается то есть если ваши отчеты подписаны лицом по которому в ЕГРЮ до даты подачи отчетности внесена запись о недостоверности сведений к сожалению такой пункт встречается достаточно часто то есть это либо например директор поменял паспорт по возрасту либо в случае заключения брака то есть в обоих случаях действие произведено кадровики на эту тему ни сном ни духом как говорится а в соответственно в госреестре и в сведениях о паспорте стоят разные данные если предоставлены юрлицом в отношении которого в ЕГРЮ внесена запись о прекращении существования юридического лица или если ваша отчетность представлена с нарушением ряда особенно важных контрольных соотношений действует это в основном это актуально для РСВ и декларации по НДС поэтому будьте внимательны особенно касается РСВ когда у вас большое количество сотрудников идут округления в этом случае техническая ошибка то есть неправильное округление может вам дать в качестве результата что вашу отчетность признают непредоставленной ну и соответственно уже со всеми штрафными санкциями если вы нарушите сроки в которые должны отреагировать на такое сообщение и еще один момент это причина отказа не совпадает со случаями в которых инспекция вправе это сделать то есть если вы получили такое уведомление видите что оно не вписывается ни в одну из перечисленных причин то у вас есть два пути вы можете во-первых устранить недочеты если реально это была какая-то ошибка или описка ну и второй момент это обжаловать действия инспекции в вышестоящем налоговом органе но надо быть готовым к тому что защищать свою позицию вам придется уже в суде и соответственно если какие-либо сроки для исправления а вот еще что важно сказать что для исправления или передачи отчетности у нас сроки не предусмотрены если только не указано конкретное требование то есть это документ который получен от налоговых органов то есть если вы должны пересдать отчетность то в этом случае у вас нет ограничений допустим пять дней но при этом естественно затягивать не стоит поскольку в этом случае налоговые органы будут читать что отчетность не подана но и в этом случае вы соберете все прелести то есть и блокировка счета и начисление штрафных санкций особенно если вы заплатили в бюджет меньше положенного вот если вы переплатили в бюджет и не предполагаете оформлять возврат то в принципе в этом случае подавать уточненку это ваше право было достаточно много вопросов как в случае если у вас ошибки которым больше трех лет к сожалению для ошибок которым больше трех лет исключений нет если в бюджет не доплачено то уточненку нужно подать даже если это эпизод который приключился больше чем три года назад а вот если вы заплатили налог правильно то в этом случае уточненку можно не подавать а можно подать только пояснение то есть заплатили вы правильно а в отчетности указали например меньшую цифру и естественно когда вы подаете уточненку как я уже говорила нужно определить форму по которой подавать эти сведения то есть уточненка всегда сдается по форме которая действовала в корректированном периоде то есть вы должны подать ту форму тот бланк который действовал на момент подачи первичной отчетности посмотреть это можно в общем-то сейчас мы с вами переключимся снова на 1С извините не туда то есть регламентированный учет мы открываем любой учет который любой вид отчета и здесь нас интересует собственно на данный момент только один пункт когда мы формируем какую-то отчетность неудачно открыла потому что здесь я сейчас не могу использовать только старые данные то есть при формировании какой-то декларации у нас когда открывается запрошенная форма то есть по кнопочке создать мы выбираем какая нас интересует отчетность ну например вот аванс по налогу на имущество в этом случае у нас здесь есть вот такая ссылочка изменения законодательства и собственно после того как я выбрала организацию которая меня интересует и хочу например сдать отчетность не за текущий год а за прошлый год то в этом случае у меня есть подсказка во-первых программа предупреждает что эта форма утратила силу и я могу посмотреть когда и какая отчетность у меня действовала в тот период то есть вот такая подсказочка у меня есть сейчас мы снова с вами возвращаемся возвращаемся к нашим слайдикам так и поговорим еще про один момент если все-таки приключилась ситуация что вы получили уведомление о том что ваша отчетность не принята в этом случае то есть если налоговые органы обнаружили уже факт несоответствия показателя то есть либо контрольные соотношения нарушены либо еще какое-то нарушение из перечисленных было выявлено то в этом случае она должна налоговая инспекция должна направить налогоплательщику электронное уведомление о том что было обнаружено там какого числа и так далее сделать это она должна в день получения декларации или на следующий день но не позднее то есть вот здесь в общем-то внесена конкретика потому что раньше было то есть именно вот этот пункт у нас звучал чуть-чуть по-другому но это чуть-чуть было достаточно на практике существенно то есть пункт у нас звучал так что с момента обнаружения в ходе камеральной проверки каких-либо вот ситуации которую дают возможность признать отчетность непредоставленной налоговая должна должна отправить уведомление и это уведомление должно быть отправлено в течение пяти дней все хорошо пять дней это конкретный срок но вот в ходе проведения камеральной проверки это срок совершенно не конкретный поэтому ну как посидеть постоянно и ждать каждый день проверять не появилось ли у вас уведомление это было достаточно проблематично сейчас это сделано более конкретизировано и сейчас у нас звучит в день получения декларации или на следующий день но не позднее а вот в этом случае налоговая инспекция обязана уведомить уведомить налогоплательщика в течение пяти дней со дня обнаружения основания то есть пять дней у нас осталось но у нас указан более конкретный срок в этом случае прошу прощения вот так промахнулось если все-таки вы получили такие такое уведомление то у вас возникает три вида риска то есть первое привлечение к ответственности в виде штрафа и штрафы в этом случае могут составлять от 1000 рублей до 30 процентов от суммы налога по непредоставленной отчетности ну то есть это практически для для ФСС и для пенсионных сведений поскольку обычно пенсионные начисления достаточно существенные то сумма может быть большая следующий этап это всем знакомая блокировка счета и еще один момент это отказ налоговым вычетом по НДС вашему контрагенту то есть вашему покупателю до тех пор пока вы не сдадите корректированную отчетность ваш покупатель не сможет получить вычет по НДС если вы являетесь его плательщиком этот слайдик показывает нам ситуацию когда дается расшифровка что такое 1С отчетность именно как сервис то есть когда программа себя хвалит и говорит почитайте вот тут вот мы с вами на него уже переключались уже смотрели и следующий момент это слайдик со странички где у нас перечислены личные кабинеты мы с вами тоже его уже посмотрели и собственно говоря сейчас мы с вами еще раз переключимся на 1С отчетность и посмотрим еще раз на практике значит несмотря на то что мы уже здесь были здесь есть еще два момента на которых мне на которых мне хотелось заострить внимание во-первых это регламентированный учет вот он у нас блок регламентированного учета который располагается дублируется и в подразделе кадры и в подразделе заработная плата то есть при работе с электронными отчетами они размещены в тех подразделах где всего использовать ваши сотрудники которые занимаются именно этими данными так что в общем-то это достаточно удобно чтобы не прыгать по разделам особенно для крупных предприятий если у них есть какие-то ограничения по правам доступа то есть допустим у кадровиков чаще всего не бывает доступа к регламентированному учету ну соответственно то же самое может быть и для специалистов по расчету платы к сожалению наше время с вами подошло к концу мне хотелось бы снова вернуться на закладочку отчетность то есть на титульный лист и напомнить вам наши координаты то есть наши телефоны нашу электронную почту нашу нашу телеграм-контакт и пригласить вас к сотрудничеству компания Кодерлайн выполняет абсолютно весь спектр работ с программами семейства 1С и продажу и настройку и внедрение и сопровождение так что милости бросим к сотрудничеству будем рады оказаться вам полезными и хотим поблагодарить вас за время которое вы нам уделили и за внимание хорошего дня всего доброго до сих пор Продолжение следует...